31 августа ветеринары отмечают свой профессиональный праздник. К представителям самой доброй профессии отправилась Юлия Важенина. Приходи к нему лечиться. И корова, и волчица. Отечественные болиты сегодня принимают поздравления. Вылечить глаз котенку, поставить прибивку щенку, наложить гипс морской свинки. Эти врачи помогут каждому пациенту от медведя до рыбки. Награда бесценна. Радостные лица владельца спасенного хомячка, лиздувшая с благодарностью руку кошка. Знаменитое стихотворение Корнея Чуковского – это яркое воплощение образа ветеринарного врача. Сложно найти более добрую профессию на всем белом свете, чем это. Конечно, сейчас технологии оказания медпомощи животным шагнули далеко вперед. Братьям нашим меньшим делают сложнейшие операции, назначают физиопроцедуры, делают инъекции. И все же без чутья и интуиции не обойтись. Морская свинка или кошка не может сказать, что у нее болит. Бывает, больше времени уходит на успокоение пациента, чем на выявление причин его недомогания. У животных очень много болезней, можно сказать, как у человека. У некоторых болезней идентичны. Но вот есть такой момент, просто у нас есть небольшая сезонность. Например, зимой это в основном пациенты инфекционные. Летом травма очень много, падений летом бывает у кошек, у собак тоже ДТП часто попадают. Кошка Лариса и ее сынок Чарльз – давние пациенты клиники. У котика проблемы с глазом и ему требуется операция. А Лариса хирургическое вмешательство уже перенесла, ее стерилизовали. Это, пожалуй, самый гуманный способ помешать появлению на улицах беспризорных животных. У нас цивилизованное государство, и мы должны помогать не только людям, но и животным. Потому что все-таки их достаточно много. Они несут тоже опасные для людей, особенно уличные животные, которые бегают непривитые, не стерилизованные. Наверное, эту проблему нужно решать в ближайшие пару лет, как в Европе, например. Все животные чипированы, они под наблюдением и всегда под контролем властей. Профессия ветеринара становится все популярнее. Купив дорогого породистого щенка или симпатичного крокодильчика, хозяева не жалеют никаких денег для лечения или спасения жизни своего любимца. Но все же стать настоящим профессионалом можно только, если сильно любишь животных. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика.